Ну чё, Soulswalker? Или как там эту игру-то называется правильно? Ну, да. Soulswalker. Ну, в общем-то, Steam описание. Сферей по эмоциям подпитывают Soulswalker, чтобы спасти мир от пустошённой сцены постапоколитического мира. В мире, где царит только тёмная разруха, вы единственный Soulswalker, пришедший ей на помощь. Ну, да, кроме остальных игроков, которые тоже у Soulswalker. Ну ладно. Что ж, график и боёвка в игре на очень хорошем уровне. Спецэффекты тоже. Ну, вообще-то тут, по моему мнению, хотя я сомневаюсь, что по-моему, игра только для классов ближнего боя, так как локации в своём большинстве здесь ограничены и вообще-то маленькие. Снайперу стрелку здесь просто не развернуться. И никак не воспользоваться преимуществом своим. Да, здесь неплохая сюжетная линия. Но она, по-моему, слишком подробная. Да уж, тут, конечно, вроде есть русификатор, но я точно не знаю, работать он или нет. Ну, в принципе, игра, да, на любителя почитать. Ну, немного посражаться. Ну, тут что ещё могу отметить? Простое, понятное управление. Есть макросы, так сказать, для комбо-скиллов. Что-то уже очень удобное. Но, к сожалению, здесь нет открытого мира. Да, все задания. Тут что-то наподобие данжи или подземелья. Игра-то неплохо сделана в стиле аниме. Но вот почему не сделали открытый мир? Я вот не знаю. Я на телефон её не нашёл. Что был удивлён вообще-то для таких миров. И вот то, что мне не понравилось. Ну, бесполезность классов дальнего боя здесь абсолютно явно. Потому что я специально проверил четыре класса игры. Ну, четырёх классами игрокам играл. И реально здесь мечник, копейщик, косой, бобёнка. Они тут более-менее могут сражаться. Но ни стрелок, ни снайпер. Они тут вообще ни к селу, ни к городу. С чем вообще эти персонажи нужны, я даже не помню. Хотя даже за них никто не играет. Если обратить внимание, вот вы берите, к примеру, девоньку и начнёте вот играть. Вы увидите, сколько игроков в начальной локации. Их довольно-таки много. Но ни за снайпера, ни за стрелка я столько не видел и примерно.